всем привет скульптис альфа 6 и опять заняться нечем вот решил как и многие именно блогеры подтянуть так сказать анатомию давайте покажу вот на этом персонаже пример как именно я постоянно люблю какие у меня знания и так включим симметрию ok будем лепить вот этого персонажа и начать конечно вот хотелось бы сплечь так что тут артефакт ставим детализацию на середину опять же повторюсь я очень люблю эту программу за за ее простоту и вообще здесь все получается классно доработка подводка насчет флаты на это вообще но это не кисточка сказка так ладно настроено уже все тут все хорошо с ней и так как я начинаю всегда лепить персонажей вот когда заготовлена болванка я всегда беру или криз или кисточку которую можно резать ставлю ее поменьше интенсивность поменьше и начинаю просто рисовать на нашу допустим здесь будет ключица здесь грубо отбиваю вот эту часть это будет грудь здесь идет именно как ребра уходят вот вдаль туда дальше что здесь можно еще нарисовать сразу отмечаю паховые вот эти полосы именно не знаю как они по-научному называются так здесь идет от тоже мягкая часть тут отрыв такой по-научному нрс ну и отбиваю вот это будет пресс дальше что я еще всегда делаю это отбиваю крылья так отбиваю вот эту грудь обязательно отбиваю вот эту часть вот вот таким вот образом здесь вот идет уже как треугольник поделенный на три мышцы этот треугольник уходит в эту часть и тут самое что интересно что все крепится кости вот к этой кости крепятся вот эти мышцы вот они находятся вот вот так заканчивается потом что здесь еще есть и здесь есть вот мышцы которые соединяют эту часть именно позвоночник удерживают здесь также идет деление вот это вот этому мышцам где шея крепится она уходит именно вот от шеи вот сюда и вот здесь у персонажа это впадина так мы ее можем сразу наметить вот таким вот образом здесь вот у нас идет идут ребра и между ключицей задней частью передний ребер идет вот это вот пустота здесь идут сухожилия которые держат тут именно шею позвоночник и так далее так что еще я намечаю всегда вот первым делом вот можно вот делаете вот так вот рисуете как бы отбивая вот эту часть и следом вот как бы полукругом надувается но она тут чуть по-другому ходит ну принципе вот это вот мышцы так что еще тут есть здесь есть еще так вот две мышцы здесь вот проходит лопатка вот так как-то и вот эти мышцы вот эти мышцы они как бы на лопатку накатываются так что еще есть в этих частях здесь здесь намечают сразу трицепс он крепится вот отсюда и как бы идет здесь вот поменьше треугольником ну как стрела что ли потом здесь идет у нас бицуха она крепится вот этой части где локоть также руку я показывал как делать здесь наплывающие мышцы именно вот с этой части вот от локтя вот они как бы вот так наплывают и нижняя здесь тоже идет деление и вот так вот еще здесь одна мышца она чуть заходит вот и бицепсу потом есть еще вот здесь вот такая вот мышца именно как треугольником она идет здесь идут тоже подмышкой идет тут здесь приблизительно мышца и вот как был тут еще одна вот это вот часть вот эти мышцы здесь они держат этот типа подмышку потом что еще тут есть здесь идут вот такие вот треугольником как бы конусные мышцы вот так и отделяют здесь уходит уже большие такие мышцы которые делят вот держат этот бочину ребра защищают ну тут в принципе где-то вот так я все накидываю также отбиваю конечно вот эти ягодичные мышцы но их сильно не прорабатываю я их просто всегда намечаю здесь они уходят как бы вот так треугольником здесь вот выходит еще одна мышца вот тут это вот часть тоже мышцы вот здесь вот и вот это вот часть маленькая мышца здесь вот вот эта мышца входит уже на ногу вот от этой части вот сюда как бы вот на эту ну а здесь уже мышцы просто можно вот так вот проделать и чисто по памяти ну как не особо важно конечно все они под штанами будут но если вы делаете анатомию то здесь вот идут как бы одна мышца здесь здесь вот закругляется и приблизительно короче я все приблизительно вот так вот набрасываю здесь вот отбиваю треугольником вот так вот колено здесь вот еще какой нюанс на что вот эта часть здесь вот костяшка есть сейчас вам накидаю вот здесь костяшка есть и они как бы идут вот под углом вот таким вот образом и под углом под углом идет вот вот эта мышца здесь вот чуть-чуть она отходит и получается как будто их ну что ли две ну а так центральная мышца она в принципе как закруглением идет одна от нее просто идет потом ответвление ну это как я себе так более менее не научным языком здесь вот идет кость полностью здесь идет кость ну а здесь уже косточки ноги здесь вот поменьше можно делать в обхвате здесь вот тонкая часть для нога ну и здесь вот тоже наплыв здесь вот именно под как я называют ну вот под чашечкой где вот нога сгибается здесь вот идет вот так вот как бы деление здесь вот пустота выходит и две жилы которые держат вот это все дело и они уходят в принципе вот сюда вот так вот как бы делят вот эту заднюю часть здесь конечно мышц побольше но я их всегда так отмечаю так теперь что я делаю так вот этот мышц и отбивал так трицепс отбил здесь в принципе наметка тоже косточки здесь как бы наискось идут одна вот выше 1 ниже ближе к руке ну таким вот образом набрасываю персонажа делю вот самая у меня проблемная часть это вот эти вот квадраты рисовать пресса здесь вот большие их по моему я забыл 4 что ли здесь вот уже уходит сюда мышцы на пах ну здесь вот тоже поддерживающие мышцы вот это по моему она не треугольная как год поделенная вот это вот сюда уже уходит вот что-то в таком духе и вот когда я всегда так вот по памяти приблизительно опять же все это дело накидываем если мне нужен какой-то допустим качок я беру или клей билдоп или драйв вот этот кисть переключаю на клей ставлю интенсивность поменьше кисточку подгадывает чуть больше среднего и вот этим делом вот короче вот так все начинаю набрасывать в разные стороны опять же я рассказывал что никогда не накидывайте в одну сторону мышцы вот допустим здесь мышца идет она как бы закругляется и вот как бы вы ее должны тоже накидывать полукругом тогда будет прикольно так здесь вот волокна тоже плечо центральная 10 чуть-чуть побольше мышца выходит конечно это не урок это просто я показываю как я вот именно всегда делаю именно качка персонажа так здесь вот мышцы вот чем прикольно именно не кисть стандарт а вот клей ну ты драйв кисть или клей билда в забрать тем что она если вы ее правильно отрегулируете ей накидывать все равно что вот если вы лепите и наносите мастерком вот это мне вообще в этом нравится вот здесь вот волокна в принципе когда вы что-то лепите какого-то персонажа вам сильное знание от где какая мышца вот начинают голову забивать пусть это врачи изучают где какая мышца точно подкрепляется просто им потом если у вас что-то произойдет с организмом это все дело придется соединять ваше дело если вы вот начали лепить скульптуру ну смысле занимаетесь лепкой вам просто нужно знать общее расположение и приблизительно хотя бы как сказать это все приблизительно наполнение размер мышц вот здесь допустим выходит вот ребра стык у вас и здесь вот ямка мышцы вот эти уходят конусом вы вот просто вот эти нюансы должны знать эти мышцы которые треугольные такие они как бы наплывают вот на эту мышцу здесь у вас получается уже вот ребра здесь мышц в принципе ну как нету здесь и за счет того что мышц нету то здесь получается у вас вот такая вот как бы ямка вот здесь уже ребра у вас в принципе они открыты так что еще показать давайте покажу как все здесь набрасывается кто давно смотрит мой канал наверно знают что я очень постоянно вот эту вот программу скульптуру с альфа 6 и скульпт g l очень рекомендую именно для начинающих почему потому что здесь все очень просто и работать не сказал бы что прям взять зайти в скульпт рисую альфа 6 и вы прям оп и сразу начнете лепить есть какие-то нюансы но здесь вам с этим во первых кисточки лучше мягче как-то работает сильно настраивать их не надо голову ломать дальше что еще наверно вот скорее всего вот это самый большой плюс вот этой вот этих программ что здесь хорошо ведут себя именно кисти настройка опять же проще вот у вас ползунки что тут еще есть одна кисточка которая работает как и клей как стандарт ну и сетка вот интенсивность полигона все в принципе ничего тут такого нет и опять же вот лично мое мнение да никогда не копируйте полностью вы все мышцы вот так вот в пределах знаний допустим вот здесь вот так быстро идет вы просто набрасываете не надо акцент делать на внутренней части и можно просто через альт где-то даже вот вдавить под штаны там или под какую-то часть она в принципе не нужна будет но если нет если вы добавите вот от балды даже вот такую вот мышцу чтобы создать как бы связь там объем принципе этого достаточно если вот даже вот возьмите статуи вот эти которые есть в питере атланты да там хорошо проработаны ноги там какие-то части но я не сказал бы что прям все там в анатомии там смотрели в книжку и говорили ох я тут нету мышцу налепил выглядят они чисто по золотому сечению симпатично так вот здесь возможно если качок больше накидать смотрите больше на свое тело щупайте ноги горло если вы лепите горло но просто возьмите у себя пощупайте все нормально вы поймете где что тут главное дать объем так что еще с коленями колени здесь вот тоже отдельно чуть-чуть выпирают так здесь уходит кость вот так вот так здесь можно чуть чуть через alt подобрать шифтом выровнять накидать здесь вот самая большая мышца на это если опять же человек качается если человек худой принципе ему это не надо и вот даже когда накида на мышцы где-то какая-то мышца возможно да не там здесь вот возможно их вообще пять штук ну надо знать что здесь просто идет большая такая шишка в которую входит задница вот эту часть а вот к этим частям здесь вот у вас ямка и в эту ямку вот отсюда выходят мышцы эти вот сюда как бы потому что они вот держат этот ногу за сзади это здесь вот жила идет тоже здесь вот идет побольше объем пусть то вы на м там будете сидеть вот так вот здесь идет мышцы вот таким вот образом вот так вот и она уходит тут почему когда атлет у него вот это вот задняя вот эта вот часть больше чем вот это потому что мышца потому что мышца уходит у него так вот как бы наискось но здесь она немножко как год делится одна часть уходит сюда одна уходит как бы округляясь вот сюда и получается вот такой вот мешочек тут вот в принципе вот таким вот образом если вам нужен качок то тогда все это дело просто больше накидывайте не бойтесь ну просто будет специфический качок такой вот ну такое телосложение у него тем более телосложения разные бывают бывают даже безобразные так по рукам еще вот здесь вот если вы кинете треугольнику так вот от этой мышцы плечевой то в принципе он тут и должен быть это вот выходит у вас уже наплыв вот сюда уходит трицепс вот так вот здесь выходит еще такие мышцы две штуки они что-то тоже держит и вот тут получается просто даже если сравнивать да тут возможно вот эта мышца не там там еще какая-то но если сравнивать то в принципе персонаж вот будет нормальный здесь вот добавим просто крылья если нам нужен объем добавляем объем на шею добавляем и вот эту часть как бы тоже уже потом большой кистью наплыв делаете и чаще чаще вот я советую именно что делать чаще резать накидали массу и вот чуть-чуть порежьте вот так потом еще раз прокидаете где-то еще вот раз там надрезаете и опять это все дело повторяете и потихоньку вы это все накидаете правильно она сама будет потихоньку компоноваться ну а в принципе это практика это постоянно нужно видеть постоянно как сказать запоминать пробовать лепить и тогда лет через цать у вас начнется что-то получаться раньше когда информации не было вообще не было ну кто книги покупал в книжном магазине в принципе тоже покупалась очень много книг ну там информации никакой весь кайф начался когда появился интернет и когда ну что ли людям рассказали что это такое за интернет начали бухгалтеров переучивать курсы стали именно на компьютерах и вот стали появляться первые вот эти мир книг где можно было скачать вот эти вот все книги бесплатно и когда это зашел я увидел что мать моя это же сколько информации можно было людям дать именно в школах в институтах авторов которых даже я никогда не знал вот так вот все это качалось хранилось где то потом страшно было если какая-то книга вдруг потерялась пропала а сейчас этих книг кинулся их вообще бесплатно уже и не скачать вот изменение какое так ну вот здесь вот накидываем о ерунде болтаю конечно так болтавня ни о чем так что в голове сидит то и не сука так ну такая штукенция так давайте теперь надеюсь что то кто то понял что нужно в принципе запомнить базовые вот эти куски не надо копировать каждую именно мышцу нужно запомнить что здесь идет пресс здесь идет грудная мышца и выглядит она вот так здесь идет три части на плечо вот эти вот три части которые крепятся к кости потом идут широчайшие то бишь крылья которые тоже крепятся вот здесь подальше ну как от плеча тоже к кости руки идет мышца которая держит общую голову и позвоночник потом ягодицы так трицепс вот две мышцы именно которые помогают держать вот этой вот крыльем изгибать локоть здесь как полукруг запомните вот ну по лопатке трудно конечно это все дело объяснять когда не учился не в институте художественном ну вот теперь что мышца ведущая вот это вот так она идет конусом но здесь вот чуть-чуть есть как тоже жилы и здесь уже идет кость тут тоже идет кость пощупайте где у вас вот это переход к ступне там в основном одна кость здесь внизу ее можно делать тоньше вот так ножные вот эти вот мышцы где ноги здесь в принципе вот запомните что вот вот бедра вот от бедра идет вот так вот мышца это вот вот это боковая вот так вот здесь идет мышца тоже как бы заднюю часть вот под колено и вот здесь тоже эти две мышцы держат вот именно помогают сгибаться ноги здесь вот выходит вот такая мышца вот такая как бы и здесь вот опять же идет как бы вам объяснить здесь вот паховые мышцы туда уходят они держат вот как пах ее мать ну а здесь вот если вы нанесете вот таким вот образом три части вот так вот и чуть-чуть вот как бы свисание над коленом то получится у вас в принципе неплохая нога даже если что-то не так так вы можете всегда где-то срезать ножом где-то повторить где-то вот прижать побольше уже поработать визуально ну а когда вы все сгладите вот таким вот образом ну в принципе и нормально контрол з возвращаем здесь вот так вот как-то здесь вот так вот мышца идет эта мышца уходит как бы наверное сюда здесь есть мышца вот здесь вот есть мышца которая держит вот эту часть короче здесь что-то где-то постоянно должно держать если внутри то здесь в основном идут как жилы и вот внутренние мышцы вот как-то так короче в теле все что-то должно сгибать и разгибать если эти мышцы вот эти вот внутренние помогают именно разгибать руку то верхние помогают ее сгибать поднимать там короче мясо в кусок вот такая штука и у вас получится где-то наверное вот такая заготовка если вам понадобится так давайте качка замутим вы просто крылья вытягиваете прибавляете именно плечи вот эту часть ну бицуху понятно здесь вот эту часть вы оттягиваете это крылья следом что вам понравится это пышные вот такие ноги так опять же вот здесь где кость где таз здесь ничего не растет там основное сухожилие здесь вы прибавляете ягодичные мышцы что еще но если вы прибавите вот эти мышцы вот так побольше так так здесь чуть-чуть приподнять здесь вот чуть-чуть тоже как бы нога вот сюда идет и вот у вас уже компонуется вот такой качок конечно тут еще нужно вот на эти части это добавлять массу ну я показывал в забражках делать как устроена рука здесь вот идет сюда вот мясо здесь вот снизу тоже вот здесь вот идет наплыв в разные стороны его трицепс у качка он увеличенный вот эта часть и получается она даже вот здесь тоже есть вот так он крупный становится все-таки человек на брусьях качался так что еще ну плечи у основного качков большие плечи груди на чуть побольше низ груди редко у кого увидел чтобы когда качается верх груди был большой основу качается низ груди сильный становится и за счет этого получается объем верхняя мышца она на нижнюю тягу только и держите не раскачать в основном раскачивается трицепс вот эта часть которая держит штанги вот эти вот так здесь локоть так вот бицепс сейчас подправим вот так вот бицепс как бы сверху так вот он уходит волокнами внизу больше снизу висит вот если руку поднимаете вот как так теперь здесь еще тогда побольше массы вот так ну вот эта часть тоже здесь чуть-чуть побольше накидаем вот здесь треугольная такая мышца ее чуть-чуть можно как бы вот так подрезать но она тоже большая ну а здесь в основном висит трицепс здесь кость пустота здесь уже вот эти вот переход от локтя сцепление бицепса вот с этой частью с внутренней где локоть костью тоже так здесь что у нас здесь робро это в таком духе короче ну опять же пропорции играет роль если человек взять семь голов то можно взять также восемь если сейчас ноги можно сделать у кого-то ноги короче у кого-то руки короче ноги длиннее ну взяли за как вот как я в основном считаю рука рука это от подбородка от подбородка до вышел вот этих бровей короче я буду рисовать наверное вот это голова вот это голова вот в этом теле должна поместиться семь раз ну вот до пола потом вот эта голова должна если ее сейчас положить на бок она должна закончиться где вот это вот плечо также голова должна вот здесь поместиться вот это вот не вся конечно вот чуть выше лба ну как рука у вас по лицу ложится и вот здесь тоже у вас выходит голова вот эта часть это тоже голова x кисть кисть вот эта рука это тоже размер вот этой лице лица головы потом шея это тоже здесь голова вот до сюда идет здесь тоже голова это уже три головы только у вас до ребер потом получается три головы у вас где-то выходит вот вот до сюда где-то чуть ниже колена и вот седьмая голова уже по пятку размер ноги размер ноги вот этот вот сейчас покажу вот это вся ваша длина ступни это тоже рука это это все равно что ну как вот от этой косточки руки вот до этой части вот этой части это голова и получается у вас голова размер лица точнее это 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 ноги это все у вас размер лица вот так как-то постарался объяснить так ну лицо я не буду объяснять я их столько уже показал как лепить правда не анатомически но вот где-то вот так вот я набрасываю мышцы приблизительно если где-то что-то вы ну пропустили там что-то где-то можно в 3d растянуть конечно в скульптуре вы это уже дело не растяните не подправите там только срезать ну а здесь все можно и подправить если где-то какая-то часть у вас вот не смотрится допустим вот это поднимите вот эту часть и вот у вас уже рука преобразилась не нравится вам ну допустим вот этот переход ну наполните его вот так чуть припустите где-то у вас что-то торчит да ради бога вдавите никто не будет вам говорить что а вы знаете вот здесь вот мышцы не так идёт а вот здесь вот ямка ещё есть здесь вот вот так вот нога выходит вот главное чтобы все это смотрелось нормально и базовые вот эти вот части просто запомните и что-то будет в принципе вот так получаться и это уже будет в принципе нормально остальное можно где-то картинки подглядеть подкорректировать уже постоянно чтобы не глядеть куда-то вот надо вот эту часть как-то запомнить базовую хотя бы то что шея у вас идет вот из-за уха вот так вот мышцы здесь вот она как бы трезубцем делится и уходит на ключицу вот сюда вот на начало здесь тонкая она и получается она сейчас я вам даже наполню в чем еще кайф когда вы режете сейчас вот спонтанные такие мысли разговор просто не спится вы просто ставите после как нарезали кисточку клей отключаете побольше ставите кисть и смотрите когда вы нажимаете у вас до резки вот это все само начинает расти вам в принципе вот напрягаться не надо вам просто нужно нарисовать и потом кисточку вот эту взять и просто нажимать нажимать она будет сама видите расти мышца вот до того как где резана так ну здесь уже все наверное знают даже щупали здесь идет у вас вот как бы челюсть а вот здесь идет у вас кадык вот так вот вот такая штука здесь вот мышца вот это уходит за ухо ну а вот эта мышца она держит заходит в мозг у черепа сюда где черепушка вот так вот так что тут еще так ну а здесь вот наметки глаз сделать я уже показывал вам просто нужно всегда брать кисточку можно стандарт можно клей и просто альтом вот выбираете здесь вот две дырки как в черепе ну и отсюда уже начинаете плясать опять же голову как делать надрезаете там где у вас что-то должно быть вот допустим да вот здесь проходит мышца у вас здесь у вас проходит скула здесь у вас как бы пустота идет здесь вот такая пустота здесь мягкие у вас сосуды там вся вот такой где-то полукруг здесь здесь у вас идут бровные дуги вот здесь у вас идет переносица вы просто вот так все рисуете вот здесь у вас рот здесь уже будет мягкая часть так здесь у вас подбородок вот вы просто это все дело как бы намечаете вот режете рисуете и как только вы все это дело нарисовали начинаете все это дело просто заполнять без разницы как вам просто нужно как бы накидать массу вот это типа нос пока здесь вот типа дуги так что еще здесь так это я уже клейм люблю делать здесь здесь от носа у вас отходят вот эти вот мышцы вниз здесь у вас губа на которой будет губа так что тут еще здесь у вас мышца челюсти вот это вот вот так вы ее накидываете здесь у вас пустота вы можете чуть-чуть альтом вдавить вот так так что тут еще и не бойтесь больше где-то резать где-то вдавливать в основном вот так вот нужно потом все это дело вдавливать более-менее так чтобы было ну вот есть тип лица профиль называется и вот под углом какой угол у лица вот это все дело можно вытягивать ну допустим вот нос есть большие носы есть маленькие все это дело надо посмотреть вот губы и уходят вперед подбородок он всегда тоже впереди он бывает тупой бывает острый бывает полукруглый так теперь что скулы бывают большие бывают малые так глаза бывают малые большие короче у человека все либо малое либо большой либо средний и вот это все дело просто режете рисуете вот вот так здесь вот губу отбиваете вы ее потом наполните здесь вот под губой идут две мышцы здесь вот подбородок он делится на две части потом идет вот здесь вот паз в губе губа вот эта верхняя как она устроена вот это центр ровный а здесь как бы она уходит вот под под откос как бы так вот и не объяснить вот как бы вот сюда вот вот здесь вот мышца тоже мышца вот так все уходит больше обрезки вот так вот вот здесь накидываем по большей части а под глаз поменьше и вот здесь идет вот так мышца которая уходит карту так здесь тоже мышца здесь тоже от губы мышца ну теперь улыбочку вас снимает скрытая видеокамера так здесь мышцы можно приподнять скулу тоже приподнять здесь что-то докидать увести где-то что-то подтянуть ну и опять же больше резки и вот так вот отделяем намечаем губу под углом все дело делаем так нос тоже немножко можно до оформить вот так вот ну вот уже получается гражданин и в принципе ничего такого запоминаем что здесь большая губа смотрим какой тип головы у персонажа какой лоб допустим лоб большой челюсть вперед подана назад подана большая челюсть мало губа губы большие малые скулы большие малые короче все это нужно запомнить посмотреть хотя бы прочитать где учат вот эти вот всех милиционеров фото робот как их опознавать и так далее хорошая программа кстати фото робот ну вот и вот такой гражданин получается наметка а там дальше уже можно состыковаться конечно с анатомией с картинками и уже откорректировать если она конечно надо если сейчас одежду одеть то и не надо в принципе так что еще все наверное полепил вспомнил так все приподнять ноги округлить вот уже качок все всем пока попиздел вспомнил как лепить анатомию так то и не забыл почти все всем пока пока